Доброе утро, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Я полчаса назад встала, и сейчас пришел Твикс, ласкается. Такой ласковый мальчик, это просто нечто. Жирный, мягкий, ласковый мальчик. Вчера я была у своей подружки Жали. По дороге к ней я заглянула в магазин канцелярии. Как вы думаете, Айка смогла удержаться или нет? Я вам, кстати, в истории Инстаграма показывала варианты, над которыми я сомневалась, думала. И все в один голос написали, конечно же, стоит брать. Но тут вопрос, какой именно блокнотик стоит брать. Кто не в курсе, у меня есть второй канал с бумажными сюрпризами. И мне нужен был каталог. Ну как нужен был? У меня, в принципе, он есть. Мне хотелось купить еще один. И я долго топталась между тремя вариантами. Показала их вам в Инстаграме. Кто писал Бери первый, кто писал Бери второй. И я опять даже не знала. И как вы думаете, что сделала Айка? Конечно же, взяла все три варианта. Ну посмотрите, какие здесь обложки. Ну как можно было это не взять? Просто пушка с такими фламинго. С ламами. Тоже классный такой розовенький. Но драма лама в клетку. Как раз будет удобно. Я знаете, что решила? Я их буду использовать вот так вот. То есть вот так вот будет у нас видео. Да, классно. И последний вот такой. Вообще изначально я взяла другой. Вот вам история. В общем, я взяла такой с пони. Розовенький. Но потом, когда я доехала до Жоли, я обнаружила, что сзади здесь немножко порвано. И когда я возвращалась уже домой, я постаралась прийти немножко пораньше. Зашла в магазин и мне с легкостью поменяли. Я взяла вот такой. Но я, кстати, опять промахнулась. Я не обратила внимания, что во всех этих блокнотах разное количество листков. Здесь, например, у нас 60. А здесь 96. И надо было, пожалуй, взять все тоненькие. Потому что у нас, например, одна коллекция будет вот так вот. Если блокнотик будет слишком такой пухлый, в нем уже неудобно будет делать коллекции. Но в любом случае, я прям кайфую от них. Это мотивирует меня снимать для вас еще больше контента, заполнять эти блокнотики. Так что в ближайшее время ждите новые видео. Прибрались дома, помыли полы, повесили занавески. И теперь, я думаю, можно уделить время себе. Уже очень давно я хочу переделать ноготочки, потому что у меня сломался средний палец. Хотя вы даже этого не замечаете. Поэтому притащила все, что нам надо. И сейчас будем делать. Я притащила в гостиную, но думаю, лучше делать у себя в комнате. Там как раз и свет, и все. Просто надо прибраться на столе, убрать все ручки. И давайте приступим. Даже не знаю, что я буду делать. У меня есть вот такие наклеечки. Есть вот такие слайдеры. Они переводные, очень крутые. Можно ими что-то забабахать. Даже не знаю, хочу что-то нежное или яркое, но я стопудово буду делать дизайн. Решила я делать у себя в комнате. Вот этот маникюрчик я вам не снимала, просто в инстаграме показывала, как я его делаю. У меня кутикула в ужасном состоянии. В общем, надо делать маникюр. Но для начала я сейчас буду снимать покрытие. У меня вот такая вот фреза. Кукурузка, она называется, с зеленой насечкой. Сейчас будем все это убирать. Убрала все искусственное покрытие. Посмотрите, в каком состоянии у меня ногти. Этот сломанный. Его либо надо наращивать, либо все отстригать и делать одной формой. Пока не знаю даже, что буду делать. Посмотрим сейчас. Наверное, скорее всего, наращу средний. Для наращивания я обычно использую камуфлирующий гель от Runeil. У меня вот такой новенький я купила вчера. Есть у меня такой старый. Так как на дне старого еще осталось, сегодня я буду использовать его. Мне нравится очень этот гель. У меня ногти обычно не ломаются. В этот раз просто произошел такой казус. И обычные вот такие формы. Они продаются на Алиэкспресс. Но я покупала у нас в городе. Вот одну такую форму подставляю. И гелем формирую новый ноготочек. Здесь 100 штук. Этот рулончик у меня, наверное, лет 5. Поэтому все не настолько дорого, как кажется со стороны. Мне нравится самой себе делать ногти. Вот, беру вот эту штучку, приклеиваю сюда. Возможно, я делаю что-то неправильно. Не как профессионалы. Но я делаю так, как удобно мне. Впервые у меня сломался ноготь. Наверное, за последние полгода. Обычно не ломаются. Вот так вот подставляю форму. Вот так. Ну что, готово? Сейчас будем гелем все это бетонировать. Параллельно смотрю передачу Малахова. Здесь пропал парень. И вот у меня сушится ноготь. Пока что он выглядит так себе. Но я буду еще его опиливать. Ноготь до опила. Обожаю делать ноготочки. Ну что, пока что у меня вот такой результат. Почистила немножко кутикулы. Посмотрите, кто у меня здесь сидит. Устроился. В общем, еще надо нанести цветное покрытие. Нарастила этот ноготочек. Постаралась сделать это максимально незаметным. Но это не конечный результат. Я просто решила попробовать эти два цвета. Посмотреть, как они сочетаются между собой. Мне очень понравилось. Я еще буду выравнивать. То есть, еще нету топа. Блики будут идеальные. Но цвета мне очень нравятся. Посмотрите, как красиво. Я тут думаю, стоит ли делать дизайн. Или просто оставить вот так вот. Покрыть топом и все. Боюсь испортить, если честно. И все-таки я решила делать дизайн. Как вам? Мне кажется, очень даже круто получилось. Осталось теперь вот этот ноготь и другую руку. У меня сейчас здесь сушится уже вторая рука. Я уже заканчиваю. Вы смотрите, дурачок до сих пор сидит у меня здесь. Я только что закончила делать ноготочки. Мне очень нравится результат. Прям пушка. Я прям кайфую. И как только я закончила делать ноготочки, мне написал мой парень. А до этого я ему показывала скетчбуки, которые я купила. Эти блокнотики. Я говорила, что я купила три. И мне еще два там нравятся. И я, блин, думаю, зачем мне столько. И решила не брать. И как вы думаете, он нашел этот магазин, в котором я выбирала эти скетчбуки. Я даже без понятия, как он нашел. Хотя, наверное, легко догадаться. Этот магазин находится недалеко от моего дома. И прикиньте, что он купил эти два скетчбука, которые... Ну, как скетчбука. Это даже больше блокнотики, которые я вам показывала сегодня утром. И, в общем, те, которые я не купила, он решил мне купить и привезти мне домой. Это так мило. Скорее всего, многие со мной не согласятся. Но для меня счастье, забота как раз-таки в мелочах. Это мне безумно приятно. Вот такие вот блокнотики. Я вам показывала утром. И теперь у меня есть еще два. Зачем они мне нужны, я сама не знаю. Но это прям хочется купить. Вот я не могу удержаться. Мне хочется еще, еще. И вот эти два, как раз-таки я их не взяла, потому что они мне не нужны. Но мне хотелось их купить. В общем, они в клетку. Вы знаете, как я буду использовать? Как каталог для моего бумажного канала. Вот так вот. Будут наклеечки. Я буду вам показывать. Вот так. И теперь у меня вот столько блокнотиков. Я думаю, следующий будет вот этот. Этот слишком толстый. Такой тяжелый. Такой. И вот эти два новеньких. О, богатство! Мама тут приготовила обалденный куриный супчик. Я сейчас буду ужинать им. Короче, я уже буду смывать макияж. Немножко порисую и спать. Смываю я макияж обычной мизеляркой от Гарнир. Потом еще умываюсь обязательно пенкой, скрабом. Короче, всем чем угодно. Чтобы кожа была чистая. В общем, договорилась. Завтра мы должны увидеться с моей подружкой. Ее зовут Саадат. Хотим поехать в город. Что-то купить, погулять. А то я постоянно что-то дома сижу. Блин, как я кайфую от ноготочков. Это просто нечто. Но я с вами не прощаюсь. Я решила снимать не один день, а, возможно, даже три дня кусочками. Отсюда чуток, оттуда. Поэтому увидимся через пару секунд. Так неохота вставать. Время уже десять. Я ставила будильник на девять. И уже час каждые пятнадцать минут будильник говорит мне, ну что, вставай, не ленись. Мне хочется поваляться еще немножко поспать. Но сегодня в четыре мы увидимся с подружкой. А до четырех мне надо сделать еще кучу дел. На моем втором канале я столкнула десять тысяч подписчиков. И поэтому я должна снять крутое видео для вас с тортиком. Вот, в общем, увидите. Бумажным тортиком. Поэтому надо поднимать свою попу с кровати. Твикс тоже очень сильно царапается. Надо ему отрезать его на ноготочки. Держись, Твикс. Та-дам! 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 Расческа неплохая. Неплохо вычесывать. А самое главное, ему не больно. Вот такой у нас улов на сегодня. Но я стараюсь каждый день расчесывать его. Чтобы по квартире было меньше его волос. Столько Твиксика осталось на расческе. Гигиенические процедуры Твикса уже закончились. Теперь займусь собой. Хочу искупаться. И заодно посмотрю чей-то мук-банк. Наверное, Николай Фс Фэмили. Или, возможно, еще кого-то. Я не могу без видео. Даже купаюсь с ними. Так, я искупалась. Сейчас наношу крем. Вот такой вот от L'Oreal. И у меня такой блеск для губ от MAC. Он очень классно увлажняет кожу. Ой, питает. Ну вы поняли. Она у меня уже заканчивается. Такое офигенное. Это вообще обычный блеск для губ. Но он просто не сравнится ни с одним бальзамом. Стоит, конечно, сука, дорого. Ну а качество топчик. Я уже тут одеваюсь. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, лучше пойти вот так вот? Или вот с этой штукой? Что-то мне самой не нравится вот так. Это крутая штука, но мне кажется, не под это, да? Здесь как-то тупо смотрится. Хотела пойти вот так вот. Мне нравится эта штука, но мне кажется, не под эту кофту. Вот так топчик. Классно. Уже надо выходить из дома, чтобы не опоздать. Еще у моей подружки была днюха. Где-то месяц назад. И она ее не отмечала. Но мне хочется купить ей какой-то небольшой чисто символический подарок. Вот. Я даже не знаю, что купить. Может, какую-то канцелярию. Потому что она учительница. Она тоже любит канцелярию. Она особо не красится. Поэтому еще сложнее ей что-то выбрать. Поэтому надо пораньше выходить из дома. Хотя бы за полчаса, чтобы успеть ей еще что-то купить. В общем, я в этой куртке. Очень теплая. Хотя на улице, по-моему, градусов 20. Запарюсь я конкретно. Но мы будем гулять до вечера. Поэтому я думаю, что вечером уже будет холодновато. Поэтому лучше, чтобы было жарко, чем холодно. От жары, как говорит моя мать, еще никто не умирал. В магазине снимать не стала. Купила крем для рук. Гель для душа. И сейчас иду покупать канцелярию. Вот такой пакетик купила миленький. Давайте вам покажу на фоне этой ужасной дороги. В общем, потом подарю. Показать не смогу. Такой вот гель для душа. Обалденно пахнет. И крем для рук. Ну что, идем за главным. За канцелярией. Как вы уже поняли, если смотрите мой канал на постоянной основе, я обожаю покупать канцелярию. Особенно эти скетчбуки. Я просто их обожаю. Посмотрите, какие они милейшие. Тем более, я думаю, что это полезный подарок. Она учительница. Ей надо кого-то записать. Кого-то вычеркнуть. Из списка. Поэтому, думаю, скетчбук ей понадобится. Я ей предложила, что давай я буду фотографировать и кидать тебя. Ты сама выберешь. Она сказала, что нет. Лучше это будет сюрприз. И она доверяет моему выбору. И как вы думаете, какой из этих я выберу? Но мне кажется, здесь очень все легко. Естественно, Эйка выберет с пони. Пыталась ей объяснить, что такое пони. Любит ли она пони. Но я не знала, как пони на азербайджанском. А она не знает русский. Ну, в общем. Также мне очень понравился вот этот вот скетчбук. Классно смотрится. И здесь появились новенькие. Все стандартного размера. Но в данном случае как раз-таки нам подходит такой. И еще решила купить такие маркеры. Очень хорошего качества и нежные цвета. Мне очень нравятся именно не яркие маркеры, а такие пастельные. По мне смотрится очень даже круто. И вот мы уже на кассе. Выбрала гелевые ручки. Такой набор с блестками. И вот это все. Короче, я купила канцелярию. Погода на улице просто офигенная. Время уже 5 часов. Подруга сказала, что она немножко опаздывает. Поэтому я не тороплюсь. Хожу по магазинам. И иду. Подарок уже купила. Короче, мои пупсики. Я вытащила денежки. Мне очень понравилось одно колечко, которое я хочу купить. Оно золотое. У меня скоро день рождения. Я сама себе делаю подарочек. Оно мне, правда, немножко большое. Но там с резиночкой смотрится просто топчик. Я решила брать. К сожалению, у них карточка не проходит. Поэтому мне надо было вытащить наличку. Вот так что бежим брать. Ну, естественно, сегодня в планах у Айки не было покупка ювелирных изделий. Я просто очень долго ждала свою подружку. И решила заглянуть в магазин, посмотреть золото, чтобы время быстрее прошло. И тут мое сердце покорило сразу два кольца. Вот это первое. Но оно, знаете, немножко такое хлипкое. Поэтому решила его не брать. А вот второе просто свалило меня на повал. Не знаю, как правильно выразить свои эмоции. Мне настолько понравилось это кольцо. Это обычный альянс. Оно не хлипкое. Оно не хрупкое. Здесь 2,5 грамма. Есть изделие полновесное, а есть пустотелые. Как раз таки это кольцо полновесное. И прям такое, знаете, массивное. И мне еще дали такую классную коробочку в подарок. Еще я смотрела такие сережки. С таким же узором, как мое кольцо. То есть это комплект. Но мне не понравилась застежка. Очень уж хлипкая она. А понравилась застежка у других сережек. Правда, вблизи вам не сняла. А сняла сразу на ушки. Вот такие вот. Как я давно не была здесь, в центре города. Прям погода тоже супер. Гуляем. Сейчас где-то сядем. Здесь, как всегда, дофига народу. Потому что погода хорошая. Все вышли погулять. Вообще, когда мы с садом видимся, всегда я встречаю своих подписчиков. Всегда просто. И сегодня тоже, кстати, встретила. И она всегда меня спрашивает. Айка, ты всегда встречаешь своих подписчиков? Ты такая популярная? Я говорю, нет, Крюнусь. Только встречаю, когда вижу тебя. И реально это так. Вот каждый раз мы идем с ней. Минимум где-то три раза я встречаю подписчиков. Я не знаю, почему это. Хотя мы ходим в разные места. И сегодня вообще в куртке и вот в маске маскируюсь. Наконец-то мы уже на торговой. И уже сели на месте. Вот где мы сейчас будем кушать что-то вкусненькое, сладкое. Смотрите, какой мягкий. Милый здесь туалет. Мы зашли вдвоем. Такое ощущение, что это спальня. Кинзе, я в шагу отрагнувшись. Мы уже вышли. Вот здесь вот гуляем. Погода прям обалденная. Не хочется идти домой. Вообще за это обожаю я Азербайджан. Именно из-за погоды. Но я в такой теплой куртке. Но я в теплой куртке. При такой обалденной погоде. Ужас какой-то. Столько людей гуляют. Кто в шортах, кто в куртке. Ну да. Туристы обычно у нас прям так легко одеты. Смотришь и становится как-то холодно, когда смотришь на людей. Подружка тоже рядом. Посидели. А души поболтали. Сейчас наворачиваем здесь круги. Наверное, где-то 7-8 кругов. Я прям балдею от своего кольца. Мне там еще сережечки понравились. То есть, похоже я вам показывала. Так мне понравилось. Этой резиночкой правда ношу. Но я боюсь просто потерять. Вот поэтому резиночку тоже взяла. Вообще класс. Радостная. Вообще иногда, когда я себе что-то покупаю, у меня такое прям, знаете, внутри как будто бабочки реально. Прям я кайфую от того, что я купила. Это я купила себе на свой день рождения. Сделала себе такой небольшой подарочек. Кстати, кольцо сколько стоило? Почти 250 монат. Это делает 10 тысяч рублей. Да. Жалко, у нас санлайта нету. Поэтому приходится покупать в местных магазинах. Но когда приедет мой папа, он мне привезет камеру. Я хочу камеру, которая снимает в макросъемке. То есть, эта камера не может передать всей красоты изделий. И когда папа привезет новую камеру, я хочу снять для вас обзор моих ювелирных изделий. Все, что у меня есть от санлайта. Все, что у меня есть до этого. Я то, что покупала. Все вам в офигенном качестве сниму. И покажу обязательно. Впервые вижу, чтобы в Моле был платный туалет. Я, честно, в шоке от такого поворота. 40 копеек стоит. Это в Наргиз Моле. Я думала, я одна в шоке. У меня подружка говорит, какой ужас. Как может быть в Моле туалет платный? Я реально в шоке. Мы зашли посмотреть одежду. И я думала, это только шок для меня. Но мне подруга говорит, какой ужас. В Моле платный туалет. Это Наргиз Мол, да? Есть. Но в других Молах такого нет. Так что не заходите сюда. Поэтому здесь никого нет. Говоришь, на лечке мне октябурда. Время уже полодинства. Я уже поднимаюсь наверх домой. Погуляли, конечно, отлично. Походила я дофига. Вот день прошел просто на ура. Теперь домой. Най-най-най-най. Уже дома. Погуляли, Саадат, что надо. Пришла поздно. И о чем я хочу вам рассказать. Саадат, она учительница по английскому языку. У нее педагогическое образование. И я хочу ее посоветовать вам. Как репетитора. Она занимается репетиторством на дому. По очень хорошей цене. И она специалист своего дела. Прям я несу за это гарантию. Если у вас есть ребенок. Или вы сами хотите потянуть свой английский. Но она не знает по-русски. Она преподает именно азербайджанскоязычным студентам английский. Не знаю, сколько таких людей смотрят меня. И хотят выучить английский язык. Но я надеюсь, что моя рекомендация будет полезна. И она получит новых студентов. Я буду очень рада. Если у нас с вами будет общие знакомые. Почему нет? Вот я вам оставляю ссылочку. Обязательно переходите. А если есть такая надобность, пишите ей в директ. И узнавайте все подробности. В общем, могу посоветовать. Вот прям от чистого сердца. Очень воспитанная, грамотная, умная девочка. Просто муа. Я ее обожаю. Вот сколько мы общаемся. Мы с ней познакомились на работе. Когда я ее впервые увидела, я думала, что ее взяли на мое место. Потому что у нас в офисе не было свободных, как сказать, мест. И получается, ее взяли и меня только взяли. Я думала, что между нами будут выбирать. Я так посмотрела на нее, думаю, стерва. И она тоже так посмотрела. И вот с тех пор мы общаемся. Мы ушли с работы. И вот когда мы уходили, многие говорили, вот вы на работе, поэтому вы дружите. И как только вы уйдете с работы, вы перестанете общаться. И вот сколько времени у нас даже нет общих каких-то знакомых. У нас нет особо общих тем. Потому что она говорит на азербайджанском, я больше русскоязычная. Мы не смотрим одинаковых блогеров. Мы не смотрим одинаковые сериалы. И мой парень всегда поражается. Вы настолько разные, как вы общаетесь. И даже вот я когда покупала скетчбук. И скетчбук был с единорогами. А я не знала, как по-азербайджанский единорог. Я подошла к девушке. Я говорю, как называется это животное. Она говорит, ну не знаю, лошадка. Я говорю, ну это не лошадка. Я говорю, как на азербайджанском именно единорог? Она говорит, не знаю. Она говорит, а зачем вам? Я говорю, я хочу подружке сказать, что я хочу тебе купить скетчбук с единорогами. Стоит ли брать или нет? И она говорит, а как вы тогда вообще общаетесь, если она по-русски не знает, а вы особо на азербайджанском? Я говорю, вот так общаемся. Вот так вот. И реально, так оно и есть. Ну в общем, можно об этом очень долго говорить. Я вам сейчас хочу поближе показать мою находку, мой улов. Я просто в восторге показала маме. Мама сказала, что просто пушка. Я буду носить именно на этом пальце. Приперся сразу твиксик. Вот эта вот камера, она нифига не фокусируется. Когда у меня папа приедет, я собираюсь заказать... Ну как заказать? Сказать папе, чтобы он мне купил новую камеру. Последнюю, прям самую крутую. Я буду снимать коллекцию моих украшений. Потому что вот так вот нифига не видно. Ужасно, короче, видно. В общем, я буду носить на этом большом пальце. Мне кажется, очень круто смотрится. Еще браслетик такой. Здесь такой рисунок под Louis Vuitton. Вау, просто золото здесь сколько? Так, 2 грамма 53. Точно-точно такое же кольцо было 1 грамм. Но я люблю, когда массивные украшения, когда они не мнутся, не гнутся. Пусть я заплачу в 3 раза больше. В общем, это кольцо приблизительно мне обошлось, ну, 10 тысяч рублей. 253 моната стоит это кольцо. Просто пушка. Мне очень нравится. Вау! Я заслужила, я считаю. Поэтому взяла. Вот. 585-я проба. Это лимонное золото. Мне оно очень нравится. Это колечко пошло в мою коллекцию. И там, кстати, были сережки классные. Мне понравились. Ставьте обязательно лайки и подписывайтесь. Всем пока! Марч вам!